Всем привет! Сегодня 15 июня, я хочу рассказать о Мэре последние новости. Сегодня она поедет у меня делать прививочку. Я сначала купила все сама, вот это средство, шприц, но потом решила, что все-таки осмотр ветеринара Мэри не повредит. 8 дней назад мы антигельминные средства ей дали, все она, как это, от паразитов ее пролечили, но не было, наверное, их, и сейчас мы поедем в ветклинику, чтобы врач смирил нам температурку, посмотрел наше состояние здоровья, но она здоровая, бодрая, и поставил нам прививку. Вот я взяла ее паспорт, в холодильнике хранилась прививка вот эта. Ой, не надо, не надо, это твои документы. Долго думала, как ее упаковать, хотела сначала через плечо и нести ее, но очень далеко, на улице жарковато, ни в одну переноску она у меня не вошла, ни в контейнер, никуда. Сейчас ее буду упаковывать, постараюсь упаковать ее вот в эту сумку, которую я шила себе несколько лет назад, когда ездила спину лечить, ну, этот, в реабилитационный центр. Вот сейчас она нам пригодилась, сейчас я ее запакую, и сегодня первый раз Мэри поедет на такси, сейчас такси вызовем для крошки Мэри. Поедешь в кольчик делать, да? Чтобы быть здоровенькой, чтобы на улку через 10 дней можно было выйти. Вот что моя маленькая, сейчас поедет в путешествие. Упаковываться Мэри в сумку не очень хотела, задрыгалась, там пыталась вырваться, но потом ничего, успокоилась, я ее на замочке, сиди, сиди, сиди. Зато в такси, вызвала такси, взяли повышенный тариф за то, что едем с животным. Хотя я сказала, животное маленькое, двухмесячное, в сумочке будет у меня все равно проезд дороже. Поедем сейчас, поедем. Вот мы с Мэри вызвали такси, стоим ждем такси, а кошка нас преследует. Она из дома за нами, по пятам. Я вот Мэри поставила, погладила, чтобы она ждала спокойно. А, это прям хищница, не вздумай накинуться. Она, наверное, до ветеринарки будет за нами бежать. Надя, ты уже успокоишься или нет? Это наш новый член семьи, все. А Мэри спокойно сидит в этой сумочке моей. Хорошо на свежем воздухе сидеть, да? Хорошо. Дышится так хорошо. И никуда уходить даже неохота. Если бы еще не пантера, вот эта, которая кругами ходит, мы ее боимся. Поехала на уколчик Мэри? Тихо, 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 не бойся, не бойся. Не пусться. Ветеринарки Мэри не очень нравится. Ветеринарке Мэри не очень нравится. Ее попросили положить для осмотра вот на этот стол. Посмотрели пузико. Меня волновало, что пузико большое. Сказали, нет, для маленького щенка это нормально. Она немножко подскуливает. Наверное, чувствует, что ей сейчас воткнут уколчик. Врач ушел что-то проконсультироваться куда-то. А мы тут одни сидим, рассматриваем всякие. Где Мэри? Наша толстокожая Мэри укола даже не заметила. Идем уже назад. Все, ничего, только я ее носить надсадилась. Она, оказывается, такая тяжеленькая. Врач осмотрел, сказал, щенок в идеальном состоянии. Через две недели бешенство. Вот. Сумка на плечо. И пошли. Сейчас расплатимся в кассу. У нас тут ветеринарка, целый комплекс. Не знаю, где платить. Укол поставили в одном месте. Платить сейчас пойдем в другое место. А Мэри как там? Спокойно лежала на столе. В попку градусник воткнули, температуру смерили. Она даже ничего. А когда иголку воткнули, она даже не почувствовала. Сейчас поедем домой. Тяжела ты, Мэри. Кстати, мы живем вот здесь недалеко от ветеринарки. И вот как раз тут у нас под снос готовят дома. Три революционные постройки. Все целенькие. Еще в 905 году тут улица наша строилась. Все вот уже приготовили к сносу. Жалко их. Для Мэри сегодня большое испытание. Тут ветеринарка у нас стоит у трассы. Машины гудят. Она боится. Она уже мне вообще залезла на меня. На плечо почти на голову. Прячется от машин. Вот хочу вам показать ветеринарку. Смотрите, тоже здание дореволюционной постройки. Очень красивое. У нас все. И ветеринарка, и тюрьма, и стоматология. Все вот в таких зданиях, которые построены при Николае Втором еще. До сих пор люди ими пользуются. Ничего не разрушается. В отличие от тех зданий, которые построили для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Там уже все разрушается. Уже нужны ремонты. Вот видите дальше здание. Тоже царской постройки. Ой, такси к нам приехало. Вот мы приехали с прививки. Представьте, вышли из такси. А Надя преданно нас ждет. У ворот даже никуда с места не сошла. Да? Ну вот мы и приехали. Сейчас будем распаковываться. И подсчитаем, во сколько нам обошлась прививочка. Кому интересно. Вот теперь у нас в паспорте щенули появился штамп нашей ветлечебницы бийской. Вот. И через две недели нам сказали прийти поставить прививку от бешенства. И все, свобода негритятам. Во сколько обошлась прививка? Покупали средства 450 рублей. Отдали за укольчик. За то, что саму процедуру нам провели 130 рублей. Это 580, да? Да. 580 рублей. И еще 150 рублей такси туда. 150 рублей такси обратно. 580, еще 300. 880 рублей обошелся укольчик нам. Прививочка повторная. Ну все, теперь я буду надеяться, что Мэри не заболеет, не подхватит какую-нибудь чумку. Вот так Мэри спасается от жары. Заходит и гребет вот эту воду, чтобы она не утащила никуда далеко. Мы положили туда гирю от этих... Ну вот качаются-то от младшего сына вот этого вот. Видите, что тут? Так я спасаюсь от жары. Купаленка. Все, до свидания. Мэри привитая теперь у нас. Мэри привитая теперь у нас.